Предположим, что у вас есть музыкальный плеер, как на рисунке, и на нем записано 100 ваших любимых музыкальных композиций, 100 разных песен. Вы слушаете музыку в случайном порядке, по следующим правилам. Вы прослушали одну мелодию, теперь случайно, рано и вероятно выбирается любая из 100 мелодий. То есть может быть, что вы подряд прослушаете две мелодии одинаково. Потом вы слушаете третью мелодию, опять же случайно, рано и вероятно выбирается любая мелодия из 100. Потом четвертую мелодию и так далее. Вопрос вам, уважаемые участники. Сколько в среднем нужно прослушать композиций, чтобы каждую мелодию услышать хотя бы один раз? О, отлично, я вижу, что вы поняли хорошо материал. Молодцы, на самом деле эта задача такая же, как и предыдущая. Примерно 460. Спасибо за ответ, молодцы, хороший ответ. Мы с вами продолжаем. Как я уже сказал, я еще раз повторю, не существует какого-то единого способа, который позволит вам решить любую задачу на интервью. Но существует набор средств, такой как чемодан с инструментами. И вот эти инструменты могут позволить решить вам многие задачи. Вот некоторые из этих инструментов. Одно из инструментов – это упрощение задачи. Про это мы видели с вами сегодня пример. Второй из инструментов – это выйти за размерной задачей, out of the box, решить ее, как бы, взглянуть на нее совершенно по другим углам. Третий инструмент – это динамическое программирование. Есть кто-то в чате, кто смотрел на прошлой неделе вебинар по динамическому программированию? Есть, да, я вижу, есть. Хорошо, отлично. Я скажу несколько слов для тех, кто не смотрит. Итак, динамическое программирование. С одной стороны, это очень простая, но с другой стороны, это достаточно мощная техника, которая позволяет решать определенные задачи очень широкого класса. Задачи о сдаче, о числах фиабоначи, количество путей в графе, кратчайшее расстояние в графе, расстановка способов, скобок оптимальным способом, два шара с той этажей, выбор лучшей невесты и многие-многие другие. Сегодня мы не будем говорить о динамическом программировании. На прошлой неделе был отдельный вебинар на эту тему. Я рекомендую тему за вас, кто в нем не принял участие, посмотреть. Итак, динамическое программирование – это один из ключевых способов решить ряд задач на интервью. Про него был отдельный вебинар. Существуют другие техники, например, жадные алгоритмы. Иногда дают оценочные задачи на интервью. Иногда дают нерешаемые задачи. И существуют также другие некоторые задачи, которые в целом в итоге являются достаточно неплохим набором инструментов. Это ваш инструмент, если вы его знаете, умеете им пользоваться, который позволит вам удачно, хорошо пройти интервью, произвести впечатление на интервью. Сегодня мы с вами поговорим лишь о тех вещах, о тех инструментах, которые тут обозначены красным цветом. Я вижу, что вы иногда задаете вопросы про поводу автора той или иной книги. Я в конце сегодня пришлю вам ссылку на презентацию, и там будут все-все авторы, все-все книги. Не беспокойтесь, хорошо? Я продолжаю. Итак, как вы видите, слайд с мозгом. Сейчас мы немножко поговорим о психологических аспектах интервью. Здесь интересные ученые, психологи, социологи проводят различные эксперименты, наблюдения, пытаясь понять, насколько развита интуиция интервьюера. Может ли человек, который проводит интервью, с первого взгляда оценить, предсказать на то, как успешно будет работать человек, который сейчас перед ним сидит. И тут, оказывается, ученые установили интересные факты. Некоторые из них я хочу вам рассказать. Например, как выяснилось, с одной стороны, обратите внимание, сейчас будет две стороны. С одной стороны, первые впечатления интерьера формируются достаточно быстро. И в ряде случаев это первое впечатление, буквально за несколько лет, 10-15 секунд, позволяет интерьеру оценить некоторые качества личности человека, который перед ним сидит. Например, такие качества, как экспрессивность, общительность, экстраверность. То есть некоторые наши качества, когда мы приходим на интервью, нормальный, способный интерьер может оценить уже за первые 15 секунд, по первым несколько предложений. То есть иногда интуиция интерьера очень является сильной стороной, она способна, она не знает себе равных. Более подробно в книжке профессора Дэвида Майерса «Интуиция». Это одна сторона медали. То есть иногда интерьер способен неплохо оценить не все, а лишь некоторые наши личностные черты. Такие как, я уже сказал, экспрессивность, общительность, экстраверность. Но у медали, предположим теперь, что это медаль, есть две стороны. И тут сейчас мы с вами поговорим о... А, еще, извините, давайте оставимся на первой стороне. Еще один интересный факт, связанный с интуицией интерьера. Как показали ученые, как правило, достаточно понаблюдать за парой, за записью диалога мужа и женой в течение нескольких секунд. Специалистам достаточно, да? Чтобы с большой вероятностью предсказать, в ближайшие 10 лет эта пара разведется или нет. Обратите внимание, насколько иногда бывает сильна наша интуиция, в том числе интуиция интерьера. Иногда достаточно 10-15 секунд понаблюдать за тем, как общаются супруги, и уже можно предсказать, разведутся они или нет. Большой вероятностью, не 100%, разумеется. Более подробно можете рассказать про это в замечательной книге ученого-психолога, книжка научно-популярная. Которая называется «Карта любви». «Психология отношений» очень хорошая книга, рекомендую. Итак, резюмирую. С одной стороны, интерьер, который проводит нам интервью, при том, что это человек нормальный, да, обычный, его интуиция достаточно сильна. Некоторые вещи, некоторые наши черты, параметры личностные, она позволяет ему оценить достаточно хорошо. Но, как я уже сказал, у медали есть вторая сторона. Некоторые наши черты интерьер оценивает, как правило, или неверно, или не может оценить. И сейчас мы с вами поговорим о так называемой иллюзии интерьера. О тех случаях, когда интуиция их обманывает. Итак, как выяснилось, и выяснилось не согласно каким-то опросам, а согласно исследованиям, да. Как выяснилось, согласно исследованиям, интерьеры часто ошибаются, когда пытаются предсказать или спрогнозировать эффективность работы будущего работника. То есть, на самом деле, в этом деле интерьеры не преуспели. Когда человек проводит интервью, перед ним сидит соискатель, у себя в голове он думает, ой, возможно, это хороший работник. Или это плохой работник, я его раскусил, он мне не нравится. Согласно исследованиям, очень часто в таких случаях интерьеры ошибаются. Почему происходит иллюзия интерьера? Есть на этом множество причин и объяснений, я упомяну некоторые из них. Например, первое, это оценка нынешних намерений, а не прошлых. Когда человек приходит на интервью, он на интервью заявляет о своих намерениях на сейчас. Я хочу найти новую работу, я хочу там свернуть горы, работать, да-да-да-да-да-да. Но на самом деле, нынешние намерения, они плохо предсказывают, как человек будет работать в будущем. Намного более лучшим предсказанием того, как человек будет работать в прошлом, является его прошлый опыт работы. И поэтому часто просят рекомендации людей с прошлых мест работы. Потому что то, что человек сейчас хочет, то, что он себе представляет, возможно, даже воображает, это не всегда то, что ему удавалось в прошлом. Есть такой принцип, называется принцип Нила, который гласит следующий образ, следующая вещь. Это не теорема, да, это принцип. Правило такое расхожее. Которое гласит следующую вещь. Для того, чтобы понять, как будет работник работать на новой работе, лучшим предсказателем являются его успехи на прошлой работе, аналогичные. Да, аналогичные работы. Похож, не просто так, да. Если мы хотим спрогнозировать, как человек будет работать у нас программистом, мы не будем смотреть, как он работал раньше дворником. Но стоит посмотреть, как он работал программистом раньше. И это является неплохим предсказателем. Буду еще поведен. Другие причины иллюзии интерьера перечислены тут. Обратите внимание, вторая причина очень важная. Неизвестная судьба отвергнутых респондентов. Предположим, я провожу интервью. Петю я взял на работу, а Васю я выгнул. Петя работает со мной 10 лет, я к нему уже привык, я его знаю, и я вижу, что в принципе в целом он сравняется, справляется со своей работой. Но Васю-то я выгнул с интервью. Возможно, Вася пошел, устроился работать в Google, стал в Google большим начальником, потом миллионером. И сейчас он очень успешный интерьер, он очень успешный работник. Я совершил ошибку, что не взял его на работу. Но про все эти случаи я никогда не узнаю. Интерьер никогда не узнает, сколько раз он провалился. Потому что все люди, которых он отверг, он в принципе, как правило, не знает, что с ними стало. Это еще одна причина иллюзии интерьера. Есть также другие причины, но мы их оставим в стороне. Еще один очень важный аспект интервью, на который стоит обращать внимание. По большому счету, интервью можно разделить на два типа. Сейчас я их каждый подробно опишу. Структурированные интервью и не структурированные интервью. Сейчас я расскажу, что это за разные типы интервью, и я покажу с вами, какой тип интервью лучше. Итак, смотрите, что же такое структурированный интервью? При структурированном интервью, вопросы, которые вам будут задавать, составлены заранее. Интервью прошел процесс подготовки о том, как нужно проводить интервью. Он знает, какие вопросы задавать, в каком порядке, как оценить правильность ваших ответов, и ведет запись по всем пунктам. Это структурированный интервью. Теперь, что же такое не структурированный интервью? При неструктурированном интервью, можно сказать так про него. Интерьер, у него нет никакой заготовленной заранее программы, как проводить интервью. Он как бы находится в потоке. Он следует своему внутреннему голосу и задает те вопросы, которые именно в текущий вопрос кажутся ему важными. Вот он послушал вас, ему что-то понравилось, потому что вы сказали, он про это спросил. Потом вы что-то еще рассказали, он что-то вспомнил и спросил про это. То есть он течет по течению, слушает свой внутренний голос и задает вам вопросы. Никакой программы с пунктов вопросов, заранее подготовленных. Вот подумайте, пожалуйста, какое, как вы считаете, интервью намного лучше. Что значит лучше? Какое интервью, структурированное или не структурированное, позволяет лучше предсказать успех работника? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста. Я вижу ответы не структурированные, вижу структурированные, вижу беспонятия. Второе, 50 на 50. Хорошо, отлично, спасибо за ответы. Я вижу опять, кто-то задал вопрос, будет ли запись вебинара, разумеется, будет. Я продолжаю. Итак, давайте еще раз повторим. Структурированные интервью, упорядоченный метод сбора информации, заранее составленные вопросы, предварительное обучение интервьюера ко всем кандидатам относятся одинаково. Все кандидаты проходят университетный процесс интервью. Оценку кандидату дают по заранее готовой шкале. В то же время, не структурированные интервью, интервьюер течет по течению. Он задает вопросы, которые говорит ему внутренний голос. Можете спросить вас, как вы лазите с окружающими, как вы справлялись со стрессом, расскажите, что вам больше всего понравилось на прошлой работе, что было, когда вы поругались с начальником. Задает то, что ему интересно, то он и спрашивает. Теперь, внимание, ответ. Согласно исследованиям, и этих исследований было более 150, структурированное интервью является более надежным и валидным, чем не структурированным. Структурированное интервью дает в два раза более точные прогнозы, чем не структурированные. По результатам более чем 150 исследований, более подробно можете представить учебник социальной психологии Дэвида Майерса и учебник, который я уже упоминал, интуиция. Итак, исследования однозначно показали, что структурированные интервью намного лучше предсказывают успех работника на работе. Ожиданно, но, тем не менее, ученые это проверили. Теперь хочу вам сказать следующую вещь. Смотрите, есть фирмы, которые проводят структурированные интервью. Есть фирмы, которые проводят не структурированные интервью. Есть случаи, когда бывает в одной фирме и так и ся. Как правило, большинство крупных фирм относятся серьезно к процессу проведения интервью, и там часто интервью структурированы. Но бывает, что не структурированы. Разумеется, тут вы не можете, у вас нету рычагов управления, вы не можете прийти на интервью и сказать, так, товарищ, дай мне структурированные интервью. Не спрашивай у меня из головы то, что тебе пришло в голову, а спрашивай, как у вас принято. Мы тут не можем надиктовать условия, как есть, так и есть. В целом, во-первых, мой личный опыт, я больше люблю, мне больше нравится структурированные интервью. Мне не нравится зависеть от настроения интервью. То есть, человеку вы понравились, он задал такой вопрос, не понравились, он задал другой вопрос. Если он сонным, вообще проспал, задать вопрос и так далее. На самом деле структурированное интервью, оно в целом, во-первых, оно лучше согласно исследованиям, но и на мой взгляд, на мой опыт, это уже каждого свой опыт, разумеется, структурированное интервью лучше. Хорошо, давайте продолжим. Как вы видите, слайд технический, мы переходим к технической части. Опять отключаем психологию, переходим к задачам.